Выспалась девочка моя сладкая, да? Выспалась, такая довольная, любильненькая. Матвейка проснулся. Матвеечка проснулся. Утрец, да? Хорошая утрец. Друзья мои, всем доброго утра. У меня, девочки, утро. И надо заниматься, в общем, делами. Вчера стирала полос, надо его расстелить. Вечером перемыла всю посуду, надо ее убрать. И нужно приготовить завтрак. Муж уже поставил чайник. Ой, я есть хочу, Оля, как я есть хочу. Поставим кашу, мне кашу надо сварить. Убрала посуду и сразу решила убрать высушенные сухофрукты и поставить, сушиться в следующую партию. Достань ей игрушечки. Нет. Девочка играет. Она сыр нарежет, кашка сварилась. Положи сошей, пожалуйста, где ложки. Сейчас завтракать будем. Так, у Матвейки завтрак. Сырок кушай. Ну-ка, сына, ты замарал ручки. Дай, мама, вытравь. У нас тут бабушка в гости пришла. Пришла, приехали они. Да, тетя Света. А, тетя Света водится. Сейчас кашу будем кушать. Кашу. Тут Матвейка вон на столе наложил ей. Смотри, что игрушка-то. Да, ты играла? Ты играла? Она за камеру так смотрит, ей интересно. Кушай, давай, сына. Тоже улыбается. Давайте завтракать будем. Но, папка тут в задержании кофе пьют. Чаевничают, да? Видно тебя. Кушайте, давайте. Молодец, Матвейка. Почти доел, говорит, кашу. Молодец. Вот девочка кушает тут. Ням-ням-ням. Ой, Матвейка, сыр ездит, да, Матвейка? Он гуляет, потому что хочет. Сказал, я вам кушаю и пойду гулять. Я гуляю почти. Ты почти доел? Ой, молодец. Второй сырочек. Кушай, давай, каша будет съедена. Будешь ты сытый мальчик. Молодец. Я буду погостить. И пойдем мы с тобой гулять потом на набережную, да, сегодня? Да. Матвейка. Я уже съела. Смотри. Иду тебя. Я буду там. Иди. Ест, смотри, доеду. Кушай, кушай, давай, не пауз. Че они там делают? Че они там делают? Надо же так. У-у-у, говорит. Матвейка, злоболюды в мячик играют, да? В мячик играют? Ты тоже хочешь? О, ты все кинул. Сынуля. У него такое лицо. Ага. Бери теперь одну. Как? Как? Вот так бери. Иди. Я еще хотела липучки-то сегодня, говорю, надо убрать мне. Бери. Ну что они там? Играют? Стирай. Я сейчас уберу и вымою. Вот, разговаривай давай, разговаривай. Евонька, Евонька, разговаривай давай. Вот так. Надел. Это что, у тебя вместо шляп? Матвейка там? Матвейка там играет? Ай да, Матвейка. Ну-ка, разговаривай давай. Давай, говори нам что-нибудь. Давай, скорее говори нам. Матвей, ну что ты нам мячиком-то тут кидаешь? Ой, какой мячик, как арбузик, да? Ай, как арбузик. Как арбузик. Ай, какой мячик. На арбузы похоже. Разговаривай давай. Новые слова. Она несколько раз папа сказала. Все, не стала говорить. Я еще говорю, Сашка, давай камеру возьмем. Он говорит, да не надо. Она сейчас уже, говорит, начнет говорить. Я говорю, ага. Она, папа, папа. Скажи, папа. Скажи, папа. Где папа? Папа. А это кто? Так, я сейчас белье поубираю. У меня сушилка белья. У нас сегодня воскресенье. Но белье хочется убрать. Потому что у меня одна стирка. Сегодня я не стираюсь. Мы ничего такого не делаем. Вся работа была сделана вчера. Сейчас, Женя, подожди. Сейчас. Сюда вот так на топчанчик сложу. Потом поубирать надо будет. Посворачивать сразу. Все вещички. Все насохло. Вчера перестирано было. Палас стирала. В общем, достаточно была работа сделана. Сегодня можно отдохнуть. Тем более, свекровь пришла в гости со Светой. С заловкой. Матвейка, собирай игрушки давай. Не могу я. Ну что значит не могу? Я гоняю. Давай, собирай. А то мы гулять-то не пойдем. Ну покажи, как ты собираешь игрушки. Ну могу бы на ножи. Покажи, папе, люди-то. Ну, ты что? Все, давай. Ну ты тут разложил все игрушки? Видел? Давай. Я не могу. Собрались, девочки, да. До нашей рощи прогуляться. Сейчас смотрю, а листики-то уже у нас желтеют. Все ветрено. Тепло, в принципе, как бы, да? Свепровь ушла с Мариной. Разговаривают, общаются. Мужики работают. Баню топят. А мы с Матвейкой. Вон парень уже какой день просится сюда сходить. Правда, смотри, издалека даже так все желто стало. Листики желтые. Тут тоже сидели. Толя говорит, приеду, уже совсем будет холодно. И листья, говорит, все пожелтеют. Я говорю, да ну, а смотри, правда, моментально, моментально желтеют листики. Да, желтые такие становятся. Осень. Золотая осень. Да, мы ходили сюда одно время, каждый день. А тут времени как бы меньше свободного. Так что гуляли только в нашей площадке детской. Или в огороде. Вон, смотри, довольный парень сейчас на самокате накатается. Красота. Ну, слушай, свежо все сегодня. Евочка наигралась и уснула. Так что сейчас погуляем до родника нашего, сходим, водиться наберем. Одела, девочки, жакет. Столько людей написало, что мне жакет мал. Маловато. Ну, я не знаю, рукава вот как бы. Нормально. Ну, что, обтянулась вроде как. Что они обтянулись? Прям. Не знаю, девчонки. Я не считаю, что мне нужно больше, потому что как бы плечи и рукав. Длина рукава. Ну, вот если так вот, допустим. Вот я иду. К примеру, да, если опускаю руку. То, конечно, мне тут здесь ничего не давит. Замок застегивается свободно. Так что, не знаю. 56-й написали надо. Я бы утонула, мне кажется. Или он болтался бы как балахон. Ну, здесь свободненько. Место еще вон. Хух. Так что. Тепло и хорошо. Красота. Я специально и заказывала на эту погоду. Посадили здесь немножко деревьев. Слушай, нет. Нет, я не знаю, что это. Что это? Это яблоньки. Яблоньки, наверное. Саженцы. Ну, да. Посадили вдоль. А зато травище у нас нынче. Смотри, Света, тут какая травища растет. Огромная. Здоровые такие кусты. Воробушка сколько летает. Воробушки кругом. А здесь тоже все травой было затянуто. Все-таки потом выкосили. Смотри-ка он у нас как угнал. Вырвался парень на свободу. Так что. Домой так же будет бежать. Так что погуляем, девчонки. Прогуляемся воздухом. Подышим свежим. А то вчера целый день, считай. Целый день, целый день. Занимались мы делами. Так что не знаю, девочки. Конечно, кто-то пишет, что... Если написала больше... Комментарий, допустим, да? Больше человек написали, что тебе, допустим, нехорошо. Ну, значит, все такого мнения. Ну, я так не считаю. Значит, написали те, кто, как говорится, я не знаю. Ну, такое вот свое мнение имеет. Но я считаю по-другому. Кто-то написал, что хорошо. Ну, да, фигура может, конечно... Ну, извините, не модель. Ну, все модели у нас можно подумать. Да? Так что у каждого своя фигура, у каждого... У каждого свои вкусы, предпочтения. Так что я считаю, все у меня прекрасно. Ну, да. Не мешало бы схуднуть, конечно, но извините... Кто не грешен. Стараюсь, конечно, как бы держаться, держаться, не нажирать. Мне тут сон приснился, как я тебе сказала. Не есть на ночь, не кабанеть, не кабанеть. Какая-то женщина мне там сказала во сне, не жрать на ночь, не кабанеть. Я про... Не, ну, правда, слушай, ну, бывают такие вот моменты. Если ты целый день, допустим, не ел, не ел, там где-то к вечеру, ну, поужинал, вроде как нормальненько так, да? Ну, не плотно, а нормально, вот как по-человечески, да? А потом позже просыпаются, зверский аппетит. Ну, потому что нужно ложиться спать вовремя. Если ты не ложишься вовремя спать, человеческий организм так устроен. Значит, ты часов 10, наверное, где-то там в 11 ты обязательно хочешь кушать. Если ты наедаешься, кто-то пишет, я вот не хочу есть. Ну, это индивидуально, но в большинстве случаев это у всех так. И говорить там вот хоть что, вы там пишите, я держу себя вот прям в ежовом теле, да? Но все равно, все равно как бы, не знаю, как уж. Ну, хотя раньше вот внутри, вы только начинали, допустим, жить когда, да, с Сашкой? Я вот такая вот была. У меня, в принципе, не было прям такого прям аппетита сильного, да? Я ела помаленьку, нормальный у меня был вес. Ну, говорят, может... С возрастом нет, Света, если держаться, это я прекрасно знаю, держаться, можно себя держать в рамках. Но бывает, ты махнешь рукой, где-то тебе потрепали нервы, ты думаешь, ай, пойду я что-нибудь скушаю. И идешь и кушаешь. А кушать, девочки, конечно же, сами знаете, куда это потом... К чему это все приводит и куда это все попадает. Уходит, растет, у каждого растет в своем месте. У меня вот растет впереди. Ну, а у кого-то сзади. Конечно, сзади лучше, конечно, да, допустим, фигура, да, песочные часы. Все равно как бы это запасы женские. Ну, ну, извините, не модель. Так что у нас парень-то убежал далеко-далеко. Ты почему от нас убежал? Дяденьки-то устрадут с тебя? Снова дяденьки. Ты почему от нас убежал, сыночек? Я не могу. Просто водички прибежал попить? Ой, листик у тебя прицепился. Ой, листик прицепился. Водичка бежит тут. Ой, какая водичка. На, Света, набирай водички. Камушки, да. Это выливать? Да выливать. Я дома набирала, говорю, попить так. Он тоже парень. Пить захотел, что ли? Ай, да матрейка. Просто тем, говорит, удобно в бутылочке-то, да? Холодненькая, но не надо сильно топить. Ну, вот. Скажи всем привет, поздоровайся. Помаши ручкой. Здесь много камушек. Камушек, конечно, много. Здесь камушек. Ну, помаши ручкой так всем, поздоровайся. Привет, говорит, поздоровался. Ну, так не здоровается. Надо в лицо смотреть, вот так вот махать. Привет, привет. Мне когда-то он тащит, смотри-ка, самокат-то. Туда пойдем? Ну, пойдемте туда, сходим. Сейчас коляску заберу. Буль-буль-буль. Камушки, да? Что-то рыбок не видать. Рыбки не плавают. Рыбки там только плавают. Далеко, да, рыбки плавают? Ой. Не ступай в речку, не надо. Летом ходил здесь, купался, да? Помнишь? Папа здесь купался. Да, с папой здесь купался, да. Хорошо было и жарко. А сейчас смотри, уже вон, все кругом пожелтело. И вода какая. Да. Ой, кто бросает? Кто бросает? Да. Кто бросает камушки? Давай, делай блинчики. Хоп. Буль-буль-буль. Там где-то Марина идёт с бабой Людой. Да. Тоже прогуляться решили. С Мариной, да. Дождик покапывает, как есть. А мы идём, девочки. Даже жарковато. Света в кофте и тоже потело. Хотя ветрено, смотри, ветерок вроде есть. Не ступай в водичку. Это кто у нас отпроснулся? Кто-то проснулся? Евонька выспалась, да, девочка? Ой, кто это у нас? На, скорей. Держи. Что там Матвейка делает? Матвейка, ты не поднимай её. Она очень тяжёлая. Заниматься парень решил. Да? Позаниматься решил, мальтишка. Какие-то мошки у нас тут летают. Мошечки летают. Ребятишки играют. Я тут уж там не подниму. 40 килограмм. Ну-ка, она тяжёлая. В третий час уже? Даня у нас на днях поднимал до 65 килограмм, говорит, отжал. Да? Да, не так понятно. 65 килограмм. Он потихоньку считает, что это. Я пойдём? Начинаем. Пойдём, ага. Ого! Пойдём! Матвейка, забирай свой самокатик. Мы уже, девочки, нагулялись. Пришли домой. И замешиваем дранники. Слушай, я яйца там набила. Я забыла, что ещё муку надо. Я думаю, всё перемешаю и уже жарить начну. А хотя, слушай, кто-то же муки много делает. Кто-то чуть-чуть может. Вообще, если муки не делает? Нет. Ты так не делал? Да. Немножко всё равно надо, да? Да. Нарезали помидорки. Салатик, да? Девочка кашки попила. Из бутылочки. Папка сегодня каши купил. И печенюшку кушает. Матвейка у нас устал. Далековато ходили. Но домой никак не хочет заходить. На-на-на-на-на-на-на. Не тянет тебя. Вот. И пачку. Мы туда её берём с виду. Давай уберём пачку с виду, да? Ай, та-на-на-на-на. Вкусная печенюшка? Вкуснятина, да? Давай, кушай, мама. Сейчас быстренько-быстренько зашает тесто и нажарит дранников. Вот так у меня тут как раз мука стоит. Так вот. Чуть-чуть. Матвейку зовите! Кто-то? Дядя Саша. Дядя Саша. вот такие румяненькие румяненькие закрыла двери жарко нет там такие румяные с бабушкой сидишь с бабушкой сидишь сколько драников мама нажарила да да матвейка у нас намылся в бане покушал и уснул до практику тебя уснул папка до красный какой звали пришел как раз саша давая сковородку бронет давай какой автобус девоньки интересно она тут сидит посиживать девочки девочка на руках сегодня целый день то у тети на руках то у бабушки бабушка пришла решила в гости к нам прийти да да вот так папа гостей повез по домам мы сейчас папу ждем и в баню пойдем мыться да в баню пойдем купаться пойдем в баню купаться пойдем пойдем так что выходной наш так скажи всем пока пока скажи всем пока пока маши ручкой Сейчас тетя Света говорит, пока-пока, Евонька. Пока-пока. Скажи, всем пока-пока. Чумазенькая, сейчас купаться пойдем. В Баде накупаемся, скажи, да? Да, здесь дела закончим. Тут посуду у меня еще надо, посуду вымыть. И пойдем в дом 2. Да? Да, вот так вот, скажи. У-у-у. Ого. Би-би-би, поедем. Куда поедет, Евонька? Би-би-би. Так что, девочки, я на этом с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо скажу. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, девочки. Скажите, пока-пока, девочки. Намылась, девочки. После бани одела платье. Горошек. 52 размер, девочки. Хочу показать вам. Сейчас хочу взвеситься. Так. Где у меня весы? Вот весы. Так, девчонки, сейчас я встану. Так. Ну, что у меня? Так, время вечер. Я уже пила, ела. В общем, 85-800. Так, надо вот так поближе, а то вдруг не видно. 85-800. Уже нулики показывает. О, держалась, девочки. 82-83. С чем-то так вот. В общем, кто-то писал, поправилась. Ну, поправилась, а что? Так тоже бывает. В жизни все бывает. Люди и стройнеют, и... Стройнеют, и поправляются. Ну, а что, да, после родов, конечно же... Постройнело чуть-чуть. Да? До 82-го. Ой, 82-го. 82-го. До 82-х килограмм, девочки. Уже все, заговорюсь. Вот. Ну, платье. Платье у меня вот, пожалуйста, в горох. Мое прекрасное платье. Оно мне свободненько, девчонки. 52-й размер. 52-й, 54-й. Так что, я взвешиваюсь, и все равно стараюсь держаться в рамках. Грудью я кормлю, но у нас теперь, конечно, питание... Ребенок питается, как говорится, и пюрешками, и кашками, и молоко козье. Так что, конечно же, я уже кормлю меньше днем, несколько раз. Ну, и кормление ночное. Ночью бывает ни молоко, ни кашу мы не наливаем. Даю грудь, и все. А она у меня спит до утра. А утром, конечно же, мы кормим. Так, ну что у нас? О, папка вам принес уже кормление. Так что я собралась, девочки. Думаю, буду отдыхать. Ой, а потом, что отдыхать? Отдыхать. У мамы тут посуда. Мне сейчас надо немножко домыть. Я уже начала. Хочу, в общем, закатать банки. Так что, вот такие дела, девочки. Все, прощаюсь с вами уже точно. Так, водички попить. Водичку пью. Стараюсь. Ну, надо, конечно, и воду пить. Надо придерживаться всего. Там написывают люди, да. Так легко советы давать. А держаться самим, это очень даже, как сказать, тяжело. Если бы я начала есть совсем, да. Я вечером держу себя, держу себя, чтобы не кушать на ночь. Стараюсь днем питаться правильно. Да, завтрак, обед и ужин. Если все это соблюдено и вовремя ложишься спать, это прекрасно. Утром встаешь, снова завтракаешь. И как надо. Вот так, девочки. Так что, что уж говорить. Все мы девушки, женщины. Кто-то может себя держать в рамках, да. Фигуры разные. Разные наследственно. Но больше это зависит, конечно, девочки, от человека. Наследственность и прочее, да. Это тоже, как бы, немало важно. Но важно держать себя в руках. Да. Так что, буду стараться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Барочка у нас стерилизованная. Мы кладем наш укропчик. Сходила, девочки, собрала в тепличке. Свежие огурчики пошли. А сколько было, все сорвала. Нелишко уже огурцы плохие. Ты куда там заглядываешь? Ой, заглядывай, вот юнька. У меня уже вода кипит. Даня, почисти чеснока, пожалуйста. У меня уже все закипает. Отец ушел, Матвейку унес в тот дом. Печку топить. Вот. Так что. Так, перец горошком. Неудобно, маме, отзывайте рукой. Неудобно. Перец горошком. Огурчики. Перчики. А, перчиков-то длинненько еще. Сейчас, Даня, говорю, иди поливайся, давай. Воду включи. Сына, почисти мне вначале укроп. Чеснок или укроп? Фу. Я уже, видишь, заговариваюсь. Смотри хоть на это. Поправляй меня. Так что, наверное, последний урожай уже огурчиков. А, хотя, может быть, еще и будут маленькие. Закатала, девочки, три баночки. Три баночки. Переворачивай всегда. Кто-то мне все время пишет. Чего ты банки не переворачиваешь? Всегда, девочки, переворачивай, потому что надо все равно проверять крышки. Хорошо ли они закатаны. Я вроде все равно просматриваю, но мало ли. Сейчас я их закрою. И все, и пойду в дом 2. Так что, девчонки, пока-пока. Продолжение следует.